МЧС окрасила Кубань в красные пекла, в городах прибавила работы медикам, а за пределами каменных джунглей трудятся пожарные. По проверке подвергается максимальное количество автобусов. Не дрова возят, в ГИБДД нацелились на курортные рейсы. Лидер должен, друзья, всегда оставаться самим собой, потому что лидер это же не только форма, это содержание. Наедине с будущим политики Вениамин Кондратьев рассказал, каким должен быть настоящий губернатор. Мы одни из немногих в стране, кто оперирует. Робот-ассистированный. Безмолвный, но эффективный спаситель жизни. Врач с шестеренками отметил небольшой праздник прямо в операционной. Бессмысленный и беспощадный русский бунт. Экскурсия иностранного спецназа по сочинской колонии закончилась стрельбой. Хвост бабушкин белый, не как у мамы, не как у папы. Дитя любви необычного цвета. Тибетский Зевс стал отцом и еще больше рассверепел. О главных новостях понедельника расскажем в ближайший час в эфире «Вещерние факты» на телеканале «Кубань-24». Здравствуйте, мы начинаем. 40 градусов на термометрах и угроза пожаров на всей территории края. Спасатели МЧС объявили самый высокий, пятый уровень опасности. Все пожарные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Жаркая погода высушила траву, а кустарники и деревья могут превратиться в факелы от одной искры. И такое уже произошло в Крыму. Там, в районе Судака, огонь охватил более 50 гектаров леса. Наземные силы не в состоянии справиться с крупным пожаром. Республиканские спасатели запросили помощи у кубанских коллег. На битву с пламенем была направлена авиация. Вертолеты Ми-8 и Ка-32, снащенные водными распылителями, и самолет-амфибия Бе-200, он базируется в Геленджике. И только такими силами удалось сбить огонь. На тушение данного пожара задействовано от системы РСЧС 386 человек, 43 единицы техники, от МЧС 254 человека и порядка 40 единиц техники. В условиях пятого уровня пожароопасности категорически запрещено разводить костры в лесах и даже на придомовых участках. Огонь может заняться от непотушной сигареты или стеклянной бутылки, выброшенной на природе. Но жара угрожает не только лесам. Диспетчеры скорой помощи принимают сотни звонков в день. Люди жалуются на плохое самочувствие. Медики советуют поменьше бывать на улице и выходить на прогулки вечером или рано утром, когда активность солнца ниже. 40-градусную жару особенно тяжело переживать в больших городах. Каменные джунгли сильнее нагревают и без того раскаленный воздух сегодня. По информации метеорологов, в Краснодаре температура поднялась до отметки плюс 35, но по ощущениям было значительно больше. Вино всему инфраструктура. По примерным подсчетам синоптиков, асфальт добавляет 5-7 градусов нагретой стены домов, плюс еще примерно столько же. При этом в парках, скверах и во дворах, где много зелени, температура наоборот ниже. Учитывать эти особенности стоит жителям всех крупных городов. Выходя на улицы, не забывайте головные уборы и питьевую воду, чтобы не получить солнечный или тепловой удар. Быть осторожными в жару необходимой водителям нужно постоянно контролировать состояние транспортного средства и свое собственное. Особенно это касается тех, кто занимается рейсовыми перевозками. Летом за сутки по территории края проезжают около 150 пассажирских автобусов. Затем, чтобы все неукоснительно соблюдали правила, следят дорожные инспекторы. Они регулярно выходят в рейды и штрафуют нарушителей. В сутки выписывают более 400 административных протоколов. Проверки подвергается максимальное количество автобусов. Среди нарушений, выявляемых госавтоинспекцией, такие как неисправность автобуса, нарушение правил перевозки пассажиров и отсутствие либо неправильной работы тахографа. У водителей пассажирских автобусов проверяют документы о техническом состоянии транспорта. При перевозке детей нужно следить и за тем, чтобы маленькие пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. И, конечно, скорость выше 60 км в час под запретом. От жары лучше всего спасаться за городом. При этом отдых может быть не просто приятен, но и полезен. Как раз сейчас в Северском районе работает молодежный форум «Регион 93». Там проходит смена от мысли к действию. И сегодня к начинающим политикам приехал губернатор Вениамин Кондратьев. В ходе общения с главой региона молодежь предложила создать площадку для диалога молодых активистов с властью. О чем еще говорили будущие политики с первым лицом края, расскажет Элина Касабова. Никаких телевизоров, сотовой связи и доступа в интернет. Только лес, горная река, а чтобы сварить обед сначала нужно наколоть дрова. Вот они, бытовые условия молодежного лагеря. Задача усложняется тем, что приготовить на костре нужно блюда разных народов мира. Каждый отряд на время смены превратился в делегацию страны-участницы Всемирного фестиваля молодежи. В Биваке Франции, например, рядом с Эйфелевой башней, изысканная выпечка. Девушки из России под присмотром медведя с балалайкой орудуют ножами, готовят борщ. Кухня родной страны на форуме больше всего пользуется спросом. Фирменный рецепт это гренки с салом. Сало с чесноком перетирается, жарится хлебушек и так тонким слоем намазывается. Очень-очень все понравились. К этому молодежному слету участники четвертого потока готовились чуть ли не с прошлого года. Изучали культуру, традиции страны, которую предстояло показать на площадке региона. Половина активистов уже подали заявки на международный фестиваль молодежи в качестве волонтеров. К этой смене ребятам из Лобинского и Новопокровского районов даже пришлось овладеть искусством оригами. Их отряд на неделю стал Японией. Свой палаточный городок они украсили белыми журавликами, бумажными символами счастья и долголетия. Время понадобилось и на освоение языка страны восходящего солнца. Вообще существует такая традиция о том, что каждый уважающий себя человек, когда он приезжает в Японию, не уезжав оттуда, он должен выучить фразу, которая состоит хотя бы из двух слов. То есть, например, мы знаем приветственное слово, это кончуа. Здесь кончуа. И, соответственно, спасибо, например, можно выучить. Это арикато. Япония сегодня потребовала с помощью чуть ли не всех 22 государств. Для ферменного супа некоторые продукты, как и в большой политике, приходилось просить у соседей. Подсолнечное масло, например, срочно доставляли из Шотландии. Все дело в том, что в палатку к отряду обещал заглянуть губернатор. Вениамин Кондратьев слово сдержал. Главе региона предложили традиционные японские блюда. Мисосуп, удон с овощами и сладкие рисовые шарики. Вениамин Иванович, перед прямой пищей прошу вас последовать теме японской традиции. Сожжать руки. Ребята, у нас как бы это, это же японская традиция. Мы должны с уважением относиться к японским традициям, но чтить свои. Вот в чем вопрос. Поэтому я вам желаю всегда оставаться россиянами. Слушай, вот это и первое, и второе в месте, нет? Это мисосуп. Разговоры о любимых блюдах и кулинарных пристрастиях уже позже продолжились в Колизее, на самом главном месте в лагере, где каждый вечер собираются участники смены. Губернатор рассказал, что по долгу службы ему часто приходится бывать в командировках и пробовать разные блюда. Но самые вкусные, по мнению Вениамина Кондратьева, все-таки кубанские. У нас на регионе, так сказать, организована книга кубанская хозяюшка. И у нас там собраны рецепты кубанских блюд. Скажите, пожалуйста, а вот какое блюдо любимое ваше, кубанское? Вообще у меня как бы много различных любимых блюд. Ну, я думаю, что, наверное, вареники все любят, да? То есть я думаю, только потому, что вареники родом из нашего детства, и они самые, отчасти где-то быстрые, что готовились наши бабушки. И это даже и праздничное такое было блюдо. На смену от мыслей к действию на Крымскую поляну съехались около 400 активистов, студентов, депутатов, председателя молодежных советов. Каждый из них только делает свои первые шаги на большой дороге. И как уже у состоявшегося политика, у Вениамина Кондратьева они просили и совета. Назовите для вас три самых главных качества лидера. Ну, первое, лидер должен, друзья, всегда оставаться самим собой. Потому что лидер, это же не только форма, это содержание. И вот если я буду изображать губернатора, а не быть губернатором в своей повседневной жизни, и на самом деле делать те поступки, которые должны принести дивиденд всему региону, вы это очень быстро почувствуете. И вы не поверите губернатору, так и лидеру. Второе качество – принципиальность. Это очень важно, потому что принципиальный человек, он – это тот человек, на которого можно опереться. И который никогда не откажется от своих принципиальных взглядов. А значит, он надежный. И вот настойчивость – это третья черта лидера. В лидера ведь верят. Поэтому он никогда не может отказаться от движения вперед. Настойчиво к нему двигаться и вести за собой других. Говорили о развитии экономики, об инновационных идеях и о предстоящих выборах депутатов ЗСК. Все это ближайшее будущее. Не меньше участников форума интересовало, и что будет с краем и родной страной через 30-40 лет. Молодые активисты заложили капсулу «Послание потомкам». От всей молодежи Кубани мы заложили в нее видеофильм о ветеранах Великой Отечественной войны. Несколько значков молодежных общественных организаций, обращения молодежи. Хотелось бы узнать, а что бы вы лично оставили бы нашим потомкам 2067 года? Друзья, главное не оставить им долги. Давайте думать о тех, кто будет после нас. Намного важнее, чтобы я оставил им после себя не текст, а реальные дела в виде экономически сильной Кубани. Вот та природа, которая есть, она должна как минимум сохраниться для них. И они тоже видят это великолепие нашего региона, и наши горы, и наши степи. Я за то, чтобы мы каждый после себя оставили реальный жизненный след. Общение губернатора и участников регион-93 продолжалось больше полутора часов. Отпускать Вениамина Кондратьева активисты не хотели. Ведь не каждый день есть возможность задать свой вопрос Первому лицу края. После официального завершения встречи, по традиции, автограф и фото на память. Уже перед отъездом Вениамин Кондратьев заглянул в каждый отряд, чтобы лично пожелать удачи молодым активистам. Елена Касабова, Мария Крошная, Денис Перед, Денис Москаленко, Кубань-24, Северский район. Кстати, Вениамин Кондратьев поднялся в рейтинге самых влиятельных глав регионов и сразу на 4 пункта. Список опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций. Губернатор Краснодарского края входит в первую десятку, занимая восьмую строчку. Рейтинг специалисты издания составляли, отталкиваясь от политического влияния руководителей. Важными критериями стали подготовка к сентябрьским выборам и борьба с коррупцией. В первой тройке рейтинга оказались мэр столицы России Сергей Собянин, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Ну и к другим темам выпуска. На Кубане завершают подготовку к новому учебному году. За лето строители отремонтировали почти 3000 образовательных учреждений, обновили полы, окна, кровли. В Анапе сразу в двух школах реконструируют котельные. На это выделено около 800 тысяч рублей. Задача для меня номер один, чтобы заменить и было тепло. Несмотря на то, что у нас зима короткая, но она тоже есть. Все идет по графику запланированному, поэтому к 15 октября мы должны 100% войти в отопительный сезон. Кроме того, для учеников обеих школ станицы Гостогайской приобрели два автобуса. А сейчас новости со стройки века. 600 тысяч болтов и 400 элементов. Железнодорожный мост готовится к отплытию. В Керченском проливе арочный пролет сняли со стапеля. Это означает, что и саму огромную дугу, и ЖД пути Крымского моста скоро погрузят на плавучую систему. Конструкция весит 6000 тонн. Высотой она почти с 16-этажный дом. Ее отправят к фарватерным опорам, а после установки арка засверкает. Архитекторы предусмотрели необычную подсветку. И еще немного о торжестве инженерной мысли. Робот-хирург да Винчи отмечает хоть и небольшой, но все-таки праздник. Три года назад чудо-техникой вооружилась Крымая клиническая больница имени Очиповского. Тогда операции, где хирург вовсе не касается пациента, казались фантастикой. А специалистов, способных работать на аппарате, были единицы. За время своей еще недолгой работы механический эскулап спас сотни жизней. Анастасия Дешина пообщалась с теми, кого оперировал да Винчи. Виктор Подтынных сейчас готовится к выписку. Ему очень повезло. Удалось выявить опухоль на ранней стадии. Прошел обследование, получил направление и попал на операцию. Виктору предложили, чтобы делал ее робот-хирург. И пациент согласился. Рассказывает, что страха у него не было. Тем более, что оператором да Винчи был опытный хирург доктор Медведев. Так что и сама операция, и реабилитация после нее много времени не потребовали. Операция прошла так, что где-то больше четырех часов. Я ничего не чувствовал, поскольку наркоз был, да. Уже очнулся в реанимации. Ну, первые два дня в реанимации и потом последующий день было более-менее так тяжело. А сейчас уже прошла неделя, я вполне себе нормально чувствую. Я готов к отпуске. Случай Виктора Подтынных не был сложным. А вот эта операция считается уникальной из-за места расположения опухоли на левом надпочечнике. Это новообразование провоцирует высокий уровень выброса гормонов. Он приводит к неконтролируемым скачкам артериального давления. Раньше, чтобы провести такую операцию, врачам приходилось разрезать грудную клетку и брюшную полость пациента. Но робот может удалить опухоль, сделав всего пять небольших проколов. Да и точность всех хирургических действий увеличивается в несколько раз. Если на стадии реабилитации не возникнет осложнений, пациента медики выпишут уже через несколько дней. Задействована сложная техника, она требует и настройки перед операцией. Но это компенсируется все-таки лучшей визуализацией, удобством работы хирурга, комфортностью работы. Техника, конечно, прежде всего сделана для удобства хирурга, а это уже в свою очередь и повышает качество проводимой операции. Уникальный аппарат был назван в честь великого изобретателя Леонардо да Винчи, который сконструировал первого антропоморфного робота, способного повторять движения человека. Современный механический тезка итальянца подчиняется командам хирурга. Тот управляет инструментами с помощью джойстика и 3D-изображения на экране. Больше похоже на компьютерную игру, чем на сложную операцию. Но легкость, с которой профессионал командует машиной, результат долгого обучения. Кроме того, за плечами врача огромный опыт классических открытых операций. Оттого и результаты работы с помощью машины потрясают. Робота успешно применяют в урологической, абдоминальной, коллапрактологической хирургии. А недавно использовать до Винчи стали и при операциях на легких. Мы не самые первые в робот-хирургии в своей больнице. Но, тем не менее, мы одни из немногих в стране, кто оперирует робот-ассистированным. И в Южном федеральном округе, пожалуй, единственная клиника, которая выполняет хирургию на роботе, на легких. Сейчас у хирурга до Винчи расписан каждый день. Механический лекарь в краевой клинической больнице появился три года назад. За это время он уже помог провести более 350 операций во всех четырех направлениях хирургии. Всего в России работает 25 таких машин. И две из них на страж здоровья жителей края. Анастасия Дешина и Сергей Целиков. Кубань-24. Краснодар. Теперь мировые новости. В королевстве суета и переполох полиции и армии Таиланда проведены в режим повышенной готовности. Винослужащие получили распоряжение усилить меры безопасности в местах массового скопления людей. С чем это связано, расскажет Наталья Клещева. Она следит за новостями из-за рубежа. Добрый вечер, Наташа. Привет, Паш. Власти Таиланда усилили меры безопасности перед годовщиной трагедии в центре Бангкока. 17 августа 2015 года взрыв унес жизни 20 человек. Еще 125 пострадали. Среди погибших были не только тайцы, но и граждане других стран. Сейчас под особый контроль взяты популярные туристические места, районные иностранных посольств и аэропорты. При этом информации, в том числе неофициальной, о возможных террористических атаках пока нет. О том, что еще сегодня происходило в стране и в мире, в моем обзоре. В Башкирии сегодня день траура. В крупном пожаре погибла семья из девяти человек. Огонь вспыхнул ночью в частном бревенчатом доме в одной из деревень Бирского района республики. Тушить пламя прибыли 14 спецмашин и 27 спасателей. Дом хоть и небольшой, но пожарным пришлось бороться с огнем около пяти часов. Удалось вытащить из раскаленного плена троих человек. С ожогами и травмами они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте ЧП работают следователи. Они пытаются установить причины случившегося. Есть предположение, что пожар произошел, когда люди собрались на семейное торжество. А при море накрыла другая стихия – водная. В нескольких районах вели режим ЧС после сильнейших дождей. У Сурийской шесть соседних сел после минувшей ночи оказались затопленными. За несколько часов там выпало осадков почти вдвое больше месячной нормы. Особенно досталось селу Барабаш в Хасанском районе. Мощный циклон отрезал территорию от райцентра. За ночь дорогу, связывающую муниципалитет с краем, в нескольких местах размыло. Ушел под воду и мост через реку Первую. Вообще жесть. Вон левера размыло. Знаки подмывает. Мост подмыло. Асфальт вон дыбом. Таким образом, жители, отдыхающие, оказались в западне, в Уссурийске. В нескольких местах вода зашла в подъезды домов. Из-за размыва путей отменены электрички. Несколько районов края частично остались без сотовой связи. Спасатели на лодках эвакуируют население. По неутешительным данным дальневосточных синоптиков, дожди будут идти еще сутки. А в американском штате Флорида дома приходится спасать не от воды, а от земли. Гигантская воронка стремительно уничтожает город. Дыра в земле диаметром 80 метров поглотила несколько жилых домов. К счастью, никто из жителей не пострадал. Это просто сценарий для фильма «Катастрофа». Как появилась воронка? Сама по себе и внезапно. Грунт просто начал проседать. Природа происхождения такой бездны неизвестна. Спасатели решили эвакуировать жителей ближайших домов и не зря, потому что накануне природная аномалия уничтожила еще два строения. Глубина воронки достигает 19 метров и она продолжает расти. Остановить ее невозможно. На месте все же работают геологи, чтобы понять, откуда взялась брешь в земле. Но если у американцев на глазах пропадают дома, то у жителей румынского города Брашов исчезают все съестные запасы. И это не аномалия, а вполне себе видимый враг. Косолапые. Голодные медведи без опаски и в наглую средь бела дня подходят к домам, роются в мусорных контейнерах, лазают по крышам домов в поисках вкусненького, воруют собачью еду и нередко нападают на домашний скот и людей. Пострадали уже семь человек. В основном это пастухи. Население не на шутку перепуганное и даже устраивает митинги, пытаясь добиться от местных властей разрешения на отстрел непрошенных и опасных гостей. Их расплодилось так много, что пропитания в лесу на всех не хватает. Думаю, что румынские медведи, Паша, посчитали бы кощунством новость из Калифорнии. Там традиционное летнекомство, арбуз, просто превратили в забаву и месиво. Использовали не по назначению. Футбол, что ли, играли? Ты недалек от истины. В Калифорнии на фестивале арбузов участники соревновались. Кто быстрее катается на зеленых корках вместо лыж? Или кто поднимет самый тяжелый арбуз, имитирующий гирю? Но еще один бахчевой экстрим – метание косточек. Не говоря уже о том, что желающие могли просто с головой окунуться в красную сладкую мякоть. И все угощения бесплатно. Такие развлечения устраивают уже больше полувека. В эфире «Факты» идем далее. Двое российских туристов, пострадавших при взрыве в Абхазии, готовятся к выписке из Сочинской больницы. Состояние пациентов медики оценивают как удовлетворительное. Один из них – Георгий Матвеев из Ижевска. Он получил осколочное ранение в ногу. Мужчина рассказывает, что во время взрыва находился рядом с военным складом, отдыхал в санаторно-курортном комплексе. Когда выходили уже просто оттуда, очень мощный взрыв раздался. А там уже, да, там уже не совсем понимаешь, что происходит. Потому что все полетело, все засвистело, грохот огромный. Все время что-то рушилось. Было непонятно, что делать. Взрывалось как будто с всех сторон. И было не понятно даже, куда бежать. Всего в Сочинской больнице сейчас находятся 5 человек. У всех осколочные ранения различной тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Состояние их, их повреждения и так далее жизни не угрожает. Есть среди них и те, которые средней тяжести. Есть одна женщина, которая остается в достаточно тяжелом состоянии, но тоже стабильным. И мы надеемся, что все они будут выписаны и с минимальными последствиями для здоровья в плане возможной инвалидности и так далее. С огнестрельными ранениями в Сочи на реанимобилях были доставлено 6 человек. По медицинским показаниям, одного пострадавшего на вертолете перевезли в Крылую клиническую больницу имени Ачиповского. Напомню, взрыв у села Приморское прогремел 2 августа. В результате погибли две женщины из Санкт-Петербурга. Травмы получили 60 человек. 35 из них россияне. А в Краснодаре сотрудница миграционной службы обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. 2,5 миллиона рублей ее задержали оперативники Краевого ФСБ. Это дело сейчас в производстве регионального следственного комитета. Главный героинь материалов расследования – начальник отделения по вопросам миграции отдела МВД Брюховецкого района. По версии следствия, женщина через посредницу предложила местному предпринимателю заплатить за то, чтобы избежать наказания. Мужчина вовремя не предоставил сведения для снятия с учета иностранных граждан. Ему грозила административная ответственность. Спасение оценили в круглую сумму 2,5 миллиона рублей. Начальник отделения отдела полиции, имея умысел на получение взятки, предложила предпринимателю через посредника передать ей денежные средства, чтобы принять меры и не привлекать его к административной ответственности. Короче, вот раз, ну смотри, два, три, четыре, пять. На сумку, не прикасайся, как хочешь, бери. На встречу с посредницей предприниматель пришел не один, а с оперативниками. Подозреваемая сейчас под стражей, ей грозит до 15 лет за решеткой. Кроме того, огромный штраф. Мятеж российских заключенных в Сочи подавил монгольский спецназ. Чрезвычайная ситуация была постановочной. На Кубани прошли совместные международные тренировки отрядов специального назначения России и Монголии. Чем страшен русский бунт и чему наши бойцы способны научить, Татьяна Ивлева расскажет. Этим актерам сам Станиславский сказал бы, верю. Играют с отдачей, атмосфера даже на учениях напряженная. Часть спецназовцев сегодня изображают бунтующих заключенных. По легенде учений, 50 мятежников берут в заложники сотрудника колонии и выдвигают свои требования. В первую очередь предоставить транспорт, чтобы скрыться. Машину им подгоняют, но выехать не получается. Дальше ликвидация групповых беспорядков в помещении. Штурм проводят две боевые группы. Монгольский спецназ и подразделение «Акула» из Краснодарского края. Несколько минут и мятежники одни за стенки меняют на другие. А герои дня, привыкшие соблюдать секретность, лишь приоткрывают тайну. Чему конкретно учили иностранных коллег? Были вопросы, касаемые нашей специфики, массу беспорядков, освобождения заложников. Конкретно, непосредственно во время отработки различных элементов именно объясняли определенные тонкости, учитывая все-таки богатый боевой опыт спецназа российского, нам было чем поделиться, потому что в Монгольской республике не было таких и войн, и больших боевых операций контртеррористических, как у нас на Северном Кавказе. Это был показательный экзамен, и он в итоге сдан. За 10 дней, в течение которых длились учения в Сочи, монгольский отряд спецназа преодолел не только все постановочные испытания, но и самих себя. Южное солнце не щадило. Говорят, было непросто акклиматизироваться, а в полной боевой экипировке кубанская жара изматывала едва ли не сильнее тренировок. Но в работе и не такое пекло случается. Как бы ни было тяжело в учениях. Боя постараются не допустить. Татьяна Ивлева, Кубань, 24, Сочи. В станице Староминской осваивают раздельный сбор мусора. На улицах уже установлены специальные корзины для пластика. Пока их всего пять, но количество планируют со временем увеличить. Инициатива принадлежит руководству местного предприятия, которое занимается вывозом мусора в районе. Корзины, наполненные бутылками, приходится опустошать примерно два раза в месяц. В настоящее время пластиковая тара у нас прессуется и хранится на полигоне твердых коммунальных отходов для решения вопроса о дальнейшей переработке, вторичной переработке этого сырья. В настоящее время пока предприятие работает для того, чтобы накопить объем. Теперь в планах организовать еще и раздельный сбор стекла и картона. Уже несколько районов Кубани включились в программу сортировки мусора. На севере края это Ленинградские, Староминские и Кущевские районы. А за следующие 10 лет на такую технологию должен перейти весь регион. Постановление об этом еще в начале года подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Крывая программа по введению системы раздельного сбора мусора рассчитана на 30 лет. За это время должны появиться полигоны для переработки отходов. А вот выбрасывать мусор кубанцы будут в семь различных контейнеров, каждый определенного цвета. Так, для газет, журналов, рекламных листовок всего, что сделано из бумаги, будет предназначен синий контейнер. Оранжевый для пластика, а любое стекло попадет в зеленую урну. Также будут предусмотрены емкости для пищевых отходов, а не черного цвета. Для мусора, который точно подойдет для повторного использования, серый контейнер. А коричневый для ненужных или сломанных электроприборов. Батарейки, ртутные лампы, термометры отправятся в красный ящик. Это «Факты». Рассказываем о главном к этому часу. Историческая реконструкция иконной атаки отметили 75-летие битвы под Кущевской. В августе 1942 года донские и кубанские казаки преградили путь, катившийся к Кавказу вражеской лавине. 17-й кавалерийский казачий корпус выполнил приказ командования и задержал немецкое наступление на три дня. За это время советские войска успели занять оборонительные позиции на Кубани. Мария Николаева подробнее об этом героическом событии. Это был такой же жаркий день. Но кубанская земля плавилась не от палящего солнца, а от разрывов орудий. Элитные войска вермахта, вооруженные до зубов, наступали на Кавказ. Путь преградили конные казаки. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня автоматически поднялись руки кверху, я закричал «Гитлер Капут!» Вот. Этим все сказано. Это было не отрежиссировано, это все само произошло. Вот так вот. То есть я понимаю тех немцев, которые сидели на этих позициях, в окопах, одержали оборону, и что они прочувствовали в виде, как несется на них многотысячная казачья лава. Силы были неравными, враг превосходил и численностью, и вооружением. Атака длилась несколько часов. Историческая реконструкция проходит впервые, но на самом деле сама Кущевская атака была не на этом месте, немножко дальше, и протяженность линии фронта была более двух километров. Но в остальном участники реконструкции постарались соблюсти историческую хронологию. Как и в 1942-м, казаки выстроились в шеренгу и пустили лошадей сначала рысью, а когда увидели вблизи немцев, перешли на голоб. И фашисты дрогнули. По свидетельствам некоторых историков, наступление врага поддерживала не только авиация, но и танки. Казаки подскакивали на лошадях, набрасывали накидки на смотровые щели. Танк оказывался слеп и нем, как говорится. Забрасывали гранатами и так далее, и так далее. В 75-летний юбилей грандиозной конной атаки казаки, кубанские и донские снова объединились. Несколько дней жили в полевом лагере, вспоминали подвиги предков и проводили репетиции, чтобы натренировать лошадей. Давно войны уже не было. Все-таки 75 лет прошло. Коней никто не обстрелил. Думаем, как они поведут себя. Ну, нормально вроде. Все. Идут не бояться. Немцев не бояться. Значит, можно рубить дальше. До конца Кущевская атака не изучена. Историки пока не пришли к единому мнению о потерях сторон. По некоторым данным, в бою погибли около 2000 казаков и 5000 немецких солдат. Поразительной кажется запись в дневнике одного из погибших фашистских офицеров. И вдруг перед нами появились какие-то казаки. Это черти, а не солдаты. И кони у них стальные. Наверняка отсюда нам живыми не выбраться. Эта битва, это сражение вошло в летопись боевых операций. Посмотреть на реконструкцию легендарного сражения пришли потомки героев. Анатолий Полей помнит о казачьей атаке по семейным рассказам. Ему было всего 5 лет, когда отец вернулся в родную станицу после битвы под Кущевской, чтобы собрать лошадей. Мой папа получил за Кущевскую битву орден Красной Звезды. Ростов освобождал Дагондроху, Украину, Румынию, Венгрию. И в Венгрию он в октябре 1944 года попал. Писал, что будете жить хорошо. Ну, а ты чего. Мы так и живем. Три дня казаки удерживали врага на Кущевском рубеже. За это время советские войска успели занять оборонительные позиции. И уже потом дать достойный отпор врагу в битве за Кубань. Будем жить! Мария Николаева, Игорь Хашобин, Кубань-24, Кущевский район. Движемся далее. В Зверинце, станице Каневской, появился новый жилец. Нрав миролюбивый, окрас боевой. В загоне Яков теперь горделиво прохаживается дочь Зевса. Малышка Юлия появилась на свет в конце июля. И только сейчас родители вывели теленка к людям. Характер у него задорный и непоседливый, говорят сотрудники Зверинца. Десятидневный карантин уже прошел. И теленок спокойно гуляет по вольеру среди сородичей и горных козлов. А также любит бывать в гостях у верблюдов. Как только Юлия почувствует опасность, прячется за спиной папы Зевса. Свирепый Як ревностно следит за своей дочерью. Малышку Юлию в Зверинце планируют оставить. Говорят, она точно станет любимицей публики. Ведь может покорить любого своей невероятной красотой. У нее хвост бабушкин белый, не как у мамы, не как у папы. У нее на лбу пятно, как у мамы. И окрас ее коричневый ближе идет к телесветлее, как у папы. То есть она три в одном у нас. У нее с рождения рожки. Обычно это редко считается, что у самки рожки. Но у нашей Юлии тоже рожки маленькие. Питается детеныш Яко материнским молоком. Через полгода ее будут постепенно переводить на другую пищу. Сегодня жители Кубани смогут увидеть кровавую луну. Необычный оттенок спутник Земли приобретет около половины десятого вечера. Наблюдать за таким явлением можно будет всего пару часов. Причина красного цвета будет крыться в затмении. Когда луна находится низко над горизонтом, атмосфера, очень много сейчас пыли и влажности в атмосфере находится на высоте. И луна, проходя эти слои, становится красной. Луна приобретет свой естественный цвет, как только выйдет из тени Земли. По словам астрономов, увидеть красный спутник можно не только в момент затмения. Почти каждый восход в полнолуние небесное тело имеет кровавый цвет. В этом году это уже второе затмение. Следующее ожидается 31 января 2018 года.